Международный фестиваль этнокультуры кочевников открывается сегодня в Истане. Мероприятие проходит в специально построенном этноауле. На месте с утра работает наша съемочная группа. Анжела Дарипова выходит на прямую связь. Анжела, здравствуйте. Делитесь с нами, как проходит открытие. Анжела. Добрый день, Альфия. Мы сейчас находимся на настоящем празднике этнокультуры. Торжественное открытие уже прошло. Также прошел парад участников из восьми команд. Каждая из них представила отдельную страну. Это и Венгрия, и Болгария, Турция, Украина, Башкортостан, Якутия, Кыргызстан, ну и, конечно же, Казахстан. Ради этого события в столицу прибыли команды протоболгарской школы выживания под названием «Богатур» военно-патриотического клуба «Любизар Северные Амуры», также турецкая команда по историческому восстановлению и другие не менее интересные гости. Вообще, в целом, здесь демонстрируются и традиционные наряды. Выступают группы со знаменитой техникой горлового пения. Разыгрываются исторические эпосы кочевников. Безусловно, это интересное зрелище не только для детей, это интересно и для взрослых. С нами один из организаторов сегодня – Тимур Дуйсингалиев. Тимур, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о значении вообще этого фестиваля и какой смысл он сегодня несет, почему это важно. Уникальность фестиваля в том, что подобное мероприятие проводится на родине намадов. То есть мы себя позиционируем как страна великой степи. И все наши гости, и Болгария, и Венгрия, они признают, что родина, откуда вышли их предки – это Казахстан. Подобные мероприятия проходят во многих странах мира. Они проходят в Киргизии, в Монголии, в Венгрии, крупнейший Курл-Тай. Но здесь это на самом деле сердце Евразии. И то, что мы здесь это проводим, это уникально. Для значения для города Астаны, 20-летия столицы тем более, Это очень важно, потому что наша молодая столица уже известна своей урбанистикой, прекрасной архитектурой. Не хватает этники, и вот эту этнику мы как раз и пытаемся привнести сюда. И очень важно, что все наши гости стремятся попасть сюда, потому что они понимают большое значение нашей столицы как страны великой степи. Очень интересен вот этот момент, почему обязательно приглашать гостей, и какой смысл в том, что вот именно они приезжают с разных стран, что они демонстрируют. Похоже ли вообще на то, что они демонстрируют нам и то, что у нас здесь есть культурно? Вы знаете, это очень хороший вопрос. Каждый народ, естественно, в своем развитии проходит определенные этапы. И где-то в технике они, конечно, отличаются друг от друга. Но основы гуннского лука, который стал тюркским луком, барнгарским, венгерским, все идет отсюда. Техника фехтования, техника стрельбы из лука, техника изготовления доспехов, она немного отличается, но в целом корни одни. И почему мы сюда приглашаем много народа? Потому что мы хотим сделать из Астаны туристический центр. Если сюда будет приезжать команда, а за командами приедут их болельщики, а за болельщиками приедут вообще жители этой страны, то можем себе представить, что в этом году у нас было 200 человек участников, на будущий год это может быть 500, и, соответственно, в 5 раз больше туристов. То, что нужно для нашей молодой столицы. А вот что касается нашей молодежи, популярны ли эти виды спорта, эта музыка, разведение вот этих гонщих собак казахской породы, популярно ли это среди нашей молодежи, и как это поддерживается вообще у нас в городе? Вы знаете, я бы сказал, что лед тронулся. Вот создана Национальная федерация конных видов спорта, национальных видов спорта. Уже на слуху и Кокпар, и Аудраспак, и Жамбату, и многие другие казахские игры, которые придают не просто колорит, они учат стойкости, выносливости, уверенности в бою, силе, ловкости, то, чего не хватает современной молодежи. Я думаю, если мы вот такими мероприятиями сумеем их увлечь, то это очень большой результат. То есть сама цель не провести мероприятие, сама цель возбудить интерес, чтобы стать похожими на наших гостей, научиться так же бегать, быстро стрелять, быстро скакать на лошади, стать настоящим джигитом мужчины. Спасибо большое, Тимур. Итак, для тех, кто сегодня не успел попасть на этот фестиваль, он продлится два дня, и у вас еще есть шанс увидеть все самые интересные моменты завтра. Альфия? Спасибо, Анжела, мы вам даже немножко завидуем. Анжела Гарипова была с нами, мы продолжаем. В Киеве на персональной выставке известной украинской художницы Натальи Макартычан впервые был выставлен портрет президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Такой подарок она презентовала к 20-летию Астаны. Наталья является автором более 40 работ и отдает предпочтение реалистичным жанровым картинам и портретам. В своих работах художницы в основном используют масло, акрила, картины, выполненные на холстах из натурального льна. Написать портрет главы государства Казахстана Нурсултана Назарбаева художница планировала уже давно. Искала материалы, изучала деятельность и много читала о президенте, чтобы на холсте передать характер главы государства. Картина была написана в течение месяца. Она была посвящена дню рождения Нурсултана Абишевича и 20-летию города Астаны. Писалась она маслом на холсте, лен. Мы стараемся, украинцы, укреплять дружбу между нашими странами. Я в дальнейшем еще хочу написать несколько картин на тему Казахстана и демонстрировать их на выставках, чтобы наша дружба укреплялась, крепла. Поздравил казахстанцев с днем рождения молодой столицы и посол Латвии Юрий Спагребнякс. По его словам, Астана – это визитная карточка Казахстана, город больших возможностей и город с уникальной архитектурой и богатой культурной жизнью. Астана – это очень молодой, красивый, развивающийся город. Прекрасные парки создаются новые, прекрасные новые возможности для посещения культурных объектов. Новые театры, театр оперы открыт уже некоторое время назад, начал работать театр балета. То есть тем людям, которые живут в Астане, становится все больше и больше возможностей посещать культурные объекты. Хочу пожелать, чтобы Астана никогда не перестала развиваться, никогда не перестала расти. И вот эти первые 20 лет развития города получили хорошим началом, стимулом для дальнейшего развития вашей столицы, но, безусловно, для дальнейшего развития всей страны, всего Казахстана. В преддверии 20-летия Астаны в Гааге прошла фотовыставка «Неизвестный Казахстан». Среди гостей экспозиции – депутаты голландского парламента, представители правительственных, дипломатических и бизнес-кругов королевства. Наш европейский сопкорн Жанат Эрнст побывала на выставке. Коллекция уникальных фоторабот, живописной природы и ландшафтов из разных уголков Казахстана. Отдельная часть экспозиции посвящена становлению молодой столицы Астаны. Фотокартины помогают по-новому взглянуть на колоритные пейзажи и разнообразную природу нашей страны и почувствовать атмосферу и динамику главного города. Гости выставки отметили активную роль Астаны в качестве центра международной дипломатии и миротворчества, развития современных технологий и инноваций. У Нидерландов с Казахстаном хороший уровень сотрудничества в торговле и есть еще очень большой потенциал и в других сферах. В сельском хозяйстве мы также можем работать вместе. Судя по фото выставке, мы можем сотрудничать и в туризме. Эта замечательная выставка показывает, что Астана чудо-город. Он великолепен архитектурно и удобен для горожан. Как представитель густонаселенной страны, я впечатлен видами дикой природы в Казахстане, ее натуральной красотой и простором. Астана – это чудесный город, который стоит посетить. Я поздравляю вас с открытием этой красивой выставки. Я несколько раз был в Астане, и хотя это новый и современный город, у него есть национальный колорит. У Казахстана и Сирии богатая история отношений. Обе страны лежат на шелковом пути. В Дамаске похоронены два очень важных представителя казахского народа. Аль-Фараби и Аз-Захир-Бей-Барс. Это дает почву для прочных отношений между двумя народами исторически и в культурной сфере. Мы благодарны правительству Казахстана за ведение межсирийских переговоров. Астана стала площадкой для нескольких раундов с очень позитивным результатом для создания зон, диэс-локации. Особую атмосферу вечера помогли создать древние тюркские напевы с традиционными казахскими мелодиями в исполнении известной казахстанской этнора группы «Раксанаки». Казахстан развивается не только в плане своей национальной государственности, национальной самоидентичности, но и дает пример такого нового инновативного отношения по строительству в данном случае Астаны. Астана сегодня является символом и гордостью не только Казахстана, но и нашего региона, потому что он по-новому позволил посмотреть и на Центральную Азию, и на то, как мы развиваемся в регионе. Это очень важно, потому что мы сегодня все и в Узбекистане, и в Казахстане, и, я уверен, и в других сопредельных странах чувствуем ответственность за нашу общую судьбу, за наше общее будущее, за наше развитие. Еще одним знаменательным событием этого вечера стало то, что мы официально представили новый сорт тюльпана под названием «Арман-кала», который выведен в Голландии в честь 20-летия Астаны. И первая партия луковиц этого тюльпана отправилась в Астану для того, чтобы радовать гостей и жителей нашей столицы. Представители голландского бизнеса отметили значимость создания Международного финансового центра «Астана» – уникальной площадки по притоку капитала и развитию новых финансовых технологий. И выразили уверенность в дальнейшем продолжении двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Жена Тернашумар Тахметов, Хабар-24, ГААГА, Нидерланды. Семиметровый памятник Дамбре установили в Восточном Казахстане. Музыкальный инструмент теперь возвышается в центре села Колбата Ужарминского района. На его мероприятие съехались гости со всего Казахстана. На открытии побывал и наш корреспондент Руслан Шакабаев. Это первый памятник Дамбре, установленный в Восточном Казахстане. Его открытия местные жители ждали с нетерпением. Автор скульптуры Нурбол Калиев рассказал, что изготовил ее в короткие сроки. Идея пришла сразу после объявления главой государства национального праздника Дня Дамбре. Идей было много вначале. Хотел сделать Дамбру среди музыкальных нот. Но решил, что музыкальный инструмент необходимо связать с растущим деревом. Тем самым показать преемственность поколений. На открытии семиметрового памятника съехались гости со всей страны. Среди них известны дамбристы и музыканты. День Дамбры для нас, музыкантов, очень значимый праздник. Я считаю, что необходимо и дальше развивать национальное искусство. Нужно вести школьную программу, урок по изучению казахских кюев. Порадовали своим искусством и оркестры национальных инструментов, прибывшие в Халбатау из соседних городов и районов. За несколько часов они исполнили несколько десятков произведений. Памятник уже стал символом села. В ближайшее время у новой достопримечательности пройдут всевозможные музыкальные конкурсы среди юных дамбристов. Руслан Шакабаев, Медед Умирханов, Берег Жабулаула, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. Секреты изготовления дамбры, выставка инструментов известных музыкантов и выступления кюйше. В историко-краеведческом музее Караганды прошла встреча с местными мастерами, которые создают дамброу под голос исполнителя. Тут же можно было прикоснуться к инструментам с историей. Их владельцы – знаменитые кюйши. В зависимости от предназначения они звучат по-разному. Мастера рассказали, что для кюев они делают один инструмент, а для пения уже другой. Дамброу можно вырубить из цельного дерева или собрать. Снаружи она должна быть красиво оформлена, а приветствуется игра цветов. Несмотря на общие правила, у каждого умельца рождается своя неповторимая дамбра. От дерева зависит, и от мастера тоже зависит. Каждый мастер по-своему делает барабан, например. Ну, из фруктового дерева я делаю, из клёна, из красного дерева, орех. А крышка – ель и сосна. Самое главное, что строй от строя зависит. И крышка, чтобы ровно, как положено, чтобы ровно ложилась. От этого тоже много зависит. В это воскресенье, 1 июля, на столичном стадионе «Барыс Арена» пройдет республиканский турнир «Казахстан-Барыс». Накануне прошла официальная церемония взвешивания борцов. В числе фаворитов называют прошлогоднего чемпиона Елемана Ергалиева. В этом году турнир состоится в восьмой раз. 37 борцов из всех регионов страны и городов республиканского значения сразятся за право называться самыми сильными. Лучшие получат призы главы государства. В этом году по программе «Рухани Жангру» в Северном Казахстане открыли спортивный клуб «Кызылжар Орландары». Мы перешли туда, чтобы развивать национальные виды спорта. В этом году я в хорошей физической форме. Ковер покажет, кто самый сильный. Это была последняя информация о выпуске. Спасибо за внимание. Оставайтесь с телеканалом «Хабар-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова